Я по-русски. Собственно, речь в работе пойдет о применении асимпатического анализа для решения некоторого класса обратных задач, но в частности задачи граничного управления для уравнений типа реакции диффузии, но в частности уравнений Бюргерса, который имеет достаточно много физических приложений. В частности, вот Николай Николаевич вчера приводил эти работы, которые сделаны им совместно с профессором Бруденко, ну и вот конкретно с профессором Бруденко. В чем особенность асимпатического анализа и его возможность применения для вот сингулярно возмущенных уравнений? Главное особенность в том, что вот эти вот сингулярно возмущенные уравнения, ну типа вот уравнений Бюргерса, могут иметь достаточно контрастное решение, а именно некие узкие переходные слои или движущие фронты, которые достаточно трудны для численного исследования. Вот, однако оказывается, что присутствие малого параметра в уравнении, оно с одной стороны затрудняет вот эти вот действия с уравнением с точки зрения численного анализа, однако, ну и чем меньше малый параметр, тем хуже получает численное решение. Однако, чем меньше параметр, тем больше мы можем извлечь информации с помощью асимпатического анализа. Поэтому, ну кроме того, еще одна особенность стоит в том, что асимпатический анализ позволяет свести исходные уравнения в частных производных, либо набору более простых задач, либо с меньшей пространственной размерностью, либо вообще не дифференциальным уравнением, а алгебраическим уравнением, которые позволяют получать некоторые параметры исследования модели с достаточной точностью. Поэтому, собственно говоря, вот с точки зрения обратных задач, асимпатический анализ, ну мы пытались применить в двух направлениях. Первое направление – это оптимизация численных расчетов с помощью специальных сеток. Это вот работы были сделаны совместно с Дмитрием Лукьяненко, но оказалось, что асимпатический анализ можно применить гораздо более интересным образом, а именно используя то, что вот ту особенность, что асимпатический анализ позволяет свести вот эти вот задачи к набору более простых задач, которые связывают исходные параметры модели и некоторые параметры, которые исследуются, что позволяет получать, ну достаточно простым способом с заданной точностью решение вот обратных задач. Эти идеи были развиты в ряде наших предыдущих работ, но в частности вот для некоторого класса задач было показано, что некоторые около задач типа реакции диффузии от векции было показано, что если есть возможность экспериментально наблюдать параметры движущегося фронта, например, положение или скорость, то асимпатический анализ позволяет свести задачу определения некоторых коэффициентов уравнений просто коллаборическим уравнением. Ну в частности вот была рассмотрена вот такая задача, это задача для уравнения тоже Бюргерса начальной краевая, ну и обратная задача ставилась такая, что найти вот этот коэффициент усиления, вот так физики его называют, по дополнению информации это наблюдаемое положение фронта. Ну и было показано, что асимпатический анализ в данной задачи просто позволял получить вот этот вот неизвестный параметр уравнения просто из некоторого алгебраического уравнения. В настоящей работе исследуется немножко другая задача, вот такое вот уравнение Бюргерса с модульной адвекцией и линейным усилением, задача периодически по времени. Ну и мы тут развиваем такую концепцию асимпатического решения обратной задачи, что такое асимпатическое решение, я чуть позже скажу. Собственно говоря, вот обратная задача заключается в определении одного из граничных условий. При определенных условиях асимпатический анализ позволяет показать следующее, что вот эта вот задача имеет решение типа движущегося фронта. Есть некая точка, в окрестностях которой наблюдается резкий переходный слой между двумя фиксированными уровнями, которые определенным образом задаются по исходам данного уравнения. Итак, собственно говоря, в чем заключается обратная задача, а именно задача граничного управления. А именно в данном случае мы ставим задачу найти одно из граничных условий, ну например правое граничное условие U плюс AT, при условии, что левое граничное условие задано. Что понимается под асимпатическим решением обратной задачи, а именно под асимпатическим решением обратной задачи, в данном случае задачи граничного управления, понимается некая функция, которая, во-первых, удовлетворяет условиям существования решения прямой задачи, ну и второе там вот не видно, собственно симпатическое, потому что будучи подставленным в исходную модель, оно дает нужный параметр задачи с заданной точностью, например, либо скорость, либо положение фронта, либо еще какой-то параметр, который, ну и вообще решение дается с заданной точностью. Для данного класса уравнений тоже показано, что если мы имеем возможность либо наблюдать положение фронта, либо как-то хотим его задать определенный закон движения, то вот асимпатический анализ позволяет свести задачу граничного управления, то есть определение граничного условия, но к некоторым алгебраическим операциям с исходными данными. Дальше вот некоторые общие идеи нашего подхода, а именно если исходную задачу записать в операторном виде, то есть это значит оператор исходной задачи, который ставит соответствие граничной функции, некоторые наблюдаемые параметры фронта, но в дальнейшем в данной задаче это будет скорость. С помощью асимпатического анализа мы чуть-чуть меняем этот оператор, а именно решаем задачу не с оператором оператором Ай, а с оператором А0, который в некотором смысле норм равномерный, близок к оператору исходной задачи, и тем самым решение вот этой задачи, это и есть асимпатическое решение обратной задачи, но в данном случае задача граничного управления. в том числе если у нас, то есть если мы хотим получить некий закон движения фронта, то подставив вот это вот решение, которое мы получим из этой задачи в исходную задачу, мы получим закон движения фронта, но заданной точностью, в нашем случае с точностью у от эпселла. Ну и в частности, если мы имеем возможность наблюдать или допустим как-то измерять соответствующий параметр фронта с ошибкой, ну тогда соответственно мы тоже можем эти исходные данные, которые вот измерены, с помощью них получить решение вот этой вот обратной задачи граничного управления. Теперь некоторые тонкости асимпатического анализа, которые вот приводят к тем формулам, которые мы в конечном итоге используем. Итак, вот исходная задача, она немножко тут, вот та задача, которая была формулирована с линейным усилением, она является частным случаем более общей задачи, которая была исследована в одной из работ Николая Николаевича, было получено доказательство, доказано существование решения, устойчивость соответствующего решения и получено асимпатическое приближение. Ну поскольку в уравнении присутствует некая, такой вот разрывный коэффициент адвекции, фактически это вот этот производный модуль, это фактически разрывный коэффициент адвекции, то вот решением понимается, ну вот здесь вот определение решения написано, Николай Николаевич уже формулировал, что решение непрерывно везде, ну а соответственно дифференцируемость там в двух подобластях справа и слева от фронта. Если подставить уравнение ε равно нулю, то получается выраженное уравнение, оно решается вот с такими вот граничными условиями, и соответственно задачи 3, 4, 3, 5 определяют вот эти самые уровни, в котором решение будет близко справа и слева от точки перехода. Ну дальше формулируются некие условия, при которых это все можно получить. Ну для нас важно, чтобы та задача, о которой мы говорим, то есть именно задача с линейным управлением, чтобы эти вот условия, которые формулируются в воле в общем случае, они здесь выполнялись. Это собственно мы проверяем, но и в некоторых случаях, точнее говоря, проверяем и некоторые достаточные условия формулируем в тех ситуациях, когда нужна разрешимость каких-то задач. Так, и так вот, ну условия 1 понятно, тут эти вот граничные условия должны иметь разные знаки. Условия 2. Вот те самые задачи 3, 4, 3, 5, выраженные уравнение с соответствующими условиями на границе, они дают нам два уровня, фи плюс, фи минус, ну в общем случае требуется, условие 2 требует, чтобы существовали вот эти вот решения фи плюс, фи минус, ну и причем имели они тоже разные знаки, но там, к сожалению, опять низ слайда съедается, но значит там требуется, чтобы вот эти вот фи плюс, фи минус, они имели соответственно разные знаки. В нашем случае эти функции получаются в явном виде, путем решения выраженного уравнения, ну и поскольку у нас у плюс, у минус имеет разные знаки, то вот этот фи плюс, фи минус соответственно то же самое. Теперь мы определяем некую функцию, которая в силу того же знаменателя 0 не обращается, существует, и, так сказать, тут вот есть такое основное требование, которое заключается в том, что вот эта задача должна иметь периодическое решение, заключенное на отрезке от минус 1 до 1. Это для случая общей постановки. Тут можно сформулировать некое достаточное условие выполнения вот этого условия 3, а именно с помощью теорем сравнения для периодических задач вот это вот условие, оно гарантирует выполнение условия 3. Ну и в нашем случае оно легко проверяется. Эта функция, вот она здесь представлена, ну тут легкие лабораторические вычисления, которые показывают, что действительно вот это достаточное условие разрешимости, выполнение условия 3 выполняется. Еще он достаточно важный, хотя вроде простенький, но достаточно важный условие, которое существенно влияет на все дальнейшие действия обратной задачи, а именно вот то, что производная меньше единицы. Но это тоже из вот этого вот вида функции G, оно просто сразу видно, что это так для нашего класса задач. Так, и еще одно условие, которое обеспечивает локальную единственность и устойчивость решения прямой задачи. Вот оно здесь сформулировано. Ну и тут можно показать, что для достаточно больших коэффициентов K, в случае, когда у нас вот эта вот задача с линейным усилением, это условие также выполняется. Причем тут даже не средняя, а просто сама функция G по X, она имеет определенный знак. Ну тот, который нам нужен как раз положительный. Так, и так, вот все условия для данного класса задач с линейным усилением и модульной адвекцией мы проверили, которые требовались и были сформулированы вот при более общем случае. Так что в нашем случае также задача имеет решение типа движущегося фронта. Ну вот тут уже теперь более понятно стало, что есть что, то есть вот это уровень φ плюс, φ минус, между ними в некой точке локализован переходный слой, который движется периодически. Ну, собственно, вот то, что здесь на картинке нарисовано, сформулировано в виде теоремы. Я, пожалуй, не буду ее зачитывать, тут так понятно, что вот эта вот конструкция здесь вот описана. Теперь вот важное замечание по поводу, собственно, вот этой теоремы. И если посмотреть на ее доказательства, которые, естественно, я тут не привожу, то оттуда следует непрерывная зависимость решения от малых изменений входных данных. То есть если мы мало меняем, ну, например, вот граничные условия, то, соответственно, опять же, вот те же самые симпатические соотношения, то есть близость нулевого приближения переходного слоя к точному значению и близость решения к вот этим вот уровню, она сохраняется и имеет тот же самый порядок у от эпсилона. Теперь вот если вернуться немножко назад и поисследовать вот это вот уравнение для, вот это вот уравнение с подставленными сюда решениями функции φ плюс и φ минус, то мы получаем вот такие вот соотношения, но это соотношения, которые определяют нулевое приближение, описывающее точку перехода. Ну и, соответственно, вот эта вот точка перехода, нулевое приближение, удовлетворяет вот этому вот соотношению 13. Так вот соотношение 13 как раз оно дает вот этот самый оператор А0, о котором шла речь, который связывает выходные данные с наблюдаемым положением, в данном случае либо положением, либо скоростью фронта. Соответственно, если мы отсюда выразим вот наш вот это у плюс, вот оно здесь получено, то есть вот некая формула, которая связывает искомую граничную функцию с параметрами фронта, а именно здесь вот входит за положение и скорость, и скорость фронта. Ну, теперь нужно еще немножко поисследовать вот эту полученную задачу и, естественно, проверить условия на знак этой функции, и, ну, естественно, доказать, что она является периодически, потому что в исходной задаче было, это требование присутствовало. Вот, ну и вот тут как раз важным моментом является оценка на вот это х-штрих от Т, что она меньше единиц, она позволяет, во-первых, доказать, ну, знак-то, в общем, здесь очевиден, потому что у минус отрицательная, эта вот дробь оказывается отрицательной, а еще плюс оказывается положительным, как и нужно, и, кроме того, нетрудно доказать, что эта функция является периодической функцией аргумента ТАУ, где в качестве ТАУ вот введена вот такая вот конструкция. Так, итак, вот теперь, если мы заменим, тут вот в эту формулу входит х-нулевое от Т, то есть это нулевое приближение локализации переходного слоя. Если мы заменим х-нулевое на близкое к нему истинное положение переходного слоя, которое мы либо задаем, либо имеем возможность как-то измерять, то вот в силу того замечания о непрерывной зависимости решения от входных данных, можно утверждать, что вот эта формула дает именно симптоматическое решение, поскольку если мы теперь эту функцию подставим в исходную задачу, то мы получим, ну, вполне недовольное соотношение с точностью О от эпсила. Так, таким образом, собственно говоря, в качестве подводя итог, можно сказать, что вот в данном, для данного класса задача, а именно задача граничного управления для уравнения Бюргельса с модульной адвекцией линейным усилением, мы показали, что задача граничного управления сводится к алгебраическому уравнению с граничному соотношению 13, и вот эта формула, вот эта формула, где вот сюда подставлено, ну, либо желаемое положение фронта, то есть то, которое мы хотим получить, ну, управляя соответствующим граничным условием, либо измеренное, каким-то образом заданное, вот она дает, вот эта формула дает решение задачи граничного управления с точностью О от эпсила. Ну, дальше вот литература, которая на эту тему есть. Собственно, спасибо за внимание, у меня все. Спасибо. 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 Прилечную работу, чтобы получить, да. Честно, даже, что я сейчас слышу, ну, мы говорим, что так довольно легко можно, интерпретация очень хорошая, вот вы его хотите, чтобы двигалось так, все вот, да, делайте, отличия будут, но они теплые формы, очень малые, отличия малых, плохая, все, или там по каких-то ошибкам, то есть это стало как-то можно даже, в каком-то смысле, все бросились даже вот за нами, и вокруг происходит такое движение. Так что, вот, а то есть управление применения ассоциалистического анагога, в каком-то смысле даже неожиданно. Ну, дай мишки. Завел Владимир Таратович. Иван Николаевич. А, ав, выступающий. Я что-то прослушивал, что там операторам вы заходит для вас? Ну, операторам, это имеется в виду, что... Нет, он, это, так сказать, некое исходное уравнение, оно, оно... Левая шесть, что ли? Вся задача. Вся задача, она, вся задача обозначена, да. Не, 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 вот вся, вся задача модель, все, 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 вся задача. Там участвует некая неизвестная функция коэффициентов. Это создаёт множество, ну, отображает вот этот коэффициент, какое-то множество решений. Мы просто всю задачу рассматриваем как оператор. У нас есть... То есть разрешающий оператор, да? Ну, можно сказать, да. У нас как будто пространство, в какой-то... Ну, все зависит от порядка ассимптотики. Если мы хотим ассимптотики для его порядка, там будет... Ну, у вас задача какая? Смотрите, у вас там по Т, периодическая функция. Да, да. А по Х какие-то краевые условия есть? По Х есть, но они точно удовлетворяются. Они удовлетворяются там в помощи этих двух. Нет, но они есть. Есть, но это сложная задача, да. Если есть как по Т, граничная по Х. Да. А их статичное условие... Нет, нет, на отрезке. Какой-то минус один от... На отрезке от минус 1 до 1. А по Х еще нет, да? Нет, нет. В зале есть условия. Уточки минус 1 и в В. А уточки минус 1 и в В. А уточки минус 1 и в В. Как раз эти инициативы. Значит, доказывает существование периодического ПТ решения. А по Х... Для которого множество вот этих коэффициентов. И думаю, что для этого всего множества доказывает существование решения. Прямой задачей. А теперь хотим... Так, ну, поздравляю. Это же на присутствии. Нет, вот, условия на границе, вот они здесь есть. Вот они есть. Соответственно, это оператор А... Если мы вот это берем в качестве исходного данного, то оператор А это то, что отображает эту функцию. Какой функции? Ну, в данном случае, например, вот это. Это в верхнем случае с плюсом и с минусом. Да, одна известная. С минусом известно, заданная. С минусом заданная. Плюс, плюс. Да, у меня это можно решение. По нашему решению. А, то плюс. Да, у крюс. Плюс. Нет, можно его минус есть. Нет, это только укрепляем. Нет, это только укрепляем. Ладно. Только укрепляем. Следующий. Ну, ладно. Можно уже порезать. Можно сказать, что... Все, не знаю. Все, принято.